А теперь обо всем более подробно. Не снижать набранных темпов и завершить уборочную страду в короткие сроки. Глава региона Ерик Султанов ознакомился с ходом уборочной кампании на полях трех районов. Шалакына, Тимирязевского имени Габита Мусрепова. Какой сегодня урожай получают североказахстанские хлеборобы, узнаете из нашего материала. Это поля ТОО Аскожа-Ножол. Общая площадь сельхозугодия здесь почти 7 тысяч гектаров. Из них более 5 тысяч – это пашня. К уборке аграрии приступили 17 августа. Уже 2,5 тысячи гектаров скосили. На полях работают 7 высокопроизводительных комбайнов. 25-26 числа начался подбор фуражного ячменя, овса. Уже завершился. Теперь приступили к обмолотой пшенице, к подбору пшеницы. Всего в районе Шалакына зерновыми засеяно 186,5 тысяч гектаров. Масличными 22 369. План по уборке выполнили на 34%. Средняя урожайность – 14,4 сантиметра с гектара. Завершить уборку планируют до 20 сентября. Главное, чтобы погодные условия оставались благоприятными. Влажность составляет 12-13%. Для приема зерна все готовы элеваторы, зернотока. Общая емкость – 109 тысяч, но они практически все готовы к приему зерна. На полях района Шалакына побывал Акимобласти. Ерик Султанов в разговоре с земледельцами акцентировал их внимание на завершение уборочных работ в краткие сроки. Уборку надо провести качественно, своевременно, собрать. Погода есть еще. 10 дней вообще стоит хорошая. Но к третьей декаде испортится опять со снегом будет. Глава региона ознакомился исходом строительства центральной котельной в городе Сергеевки. Здесь установили два котла. Зимой они будут отапливать детский сад, школу, здание районного филиала партии «Нуратан», «Акимат» и четыре благоустроенных дома. А это уже свекольные поля ТОО «Трансагроинвест». Основной вид выпускаемой продукции на предприятии – это сахар. А потому выращивают немецкий сорт свеклы «Кристелла». Сейчас как раз она сахарность набирает. К уборке здесь приступят 10 сентября. Урожайность ожидают в пределах 75 тонн с гектара. Также Ерик Султанов посетил поля ТОО «Гермес-Агра», ознакомился и с планами по ремонту автодороги Волошенко-Сергеевка-Тимирязева. Ежегодно этот участок страдает от паводка. Глава региона поручил разработать проектно-сметную документацию по его восстановлению. В Тимирязевском районе Ерик Султанов побывал на полях ТОО «Атамикен-Агро-Тимирязева». Здесь план по уборке выполнили на 28%. Средняя урожайность – 22,5 центнера с гектара. Однако такой показатель не у всех местных аграриев. Яровой сев по району составляет 259 тысяч гектар. На сегодняшний день обмолочено у меня уже 52 тысячи гектара или 26%. Первые посевы нам дают на сегодняшний день 14,5 центнера с гектар. Хлебороботи Мирязевского района уборочную страду намерены завершить до 15 сентября. И это возможно? На полях сегодня работают 270 высокопроизводительных комбайнов. Как отметил Ерик Султанов, такого количества современной техники нет ни в одном районе. Кстати, здесь провели десекацию на 32 тысячах гектаров, что позволяет собрать урожай раньше намеченного срока. Нью-Холланд – так называются эти комбайны. За смену одна машина обрабатывает 60-70 гектаров. Аграрии района имени Габита Мусрепова используют их уже 16 лет. Такие сейчас ходят по полям ТОО «Червонная Агра». Работают и ночью. Комбайны не подводили до сих пор, не подводили ни разу. Комбайн унифицирован к отечественным за счетами, можно сказать. Но на 50% состоит уже из наших счетей. Убрать весь выращенный хлеб в районе имени Габита Мусрепова земледельцы планируют до 20 сентября. Зерновые здесь уже скосили на площади 168,3 тысячи гектаров. Это 29%. Обмолотили 107,2 тысячи или 18%. С гектара здесь получают 15,8 центнера. Денис Ивков, Михаил Казначеев. Новости МТРК.